Проект создания легкого фронтового истребителя нового поколения в СССР был начат в конце 1960-х годов. Аналогичный проект реализовывался в ВВС США, программа FX, результатом которой стало создание McDonnell Douglas F-15 Eagle. Созданный новый американский истребитель значительно превосходил любое из стоявших на вооружении в то время советских истребителей. В 1969 году был объявлен конкурс на разработку перспективного самолета, который получил обозначение КФИ перспективный фронтовой истребитель. Тактико-технические требования к такому самолету были амбициозными, большой радиус действия, возможность использования коротких взлетно-посадочных полос, включая применение малоподготовленных, превосходная маневренность, максимальная скорость, более 2М и тяжелые вооружения. Аэродинамическое проектирование нового самолета выполнял ЦАГИ в сотрудничестве с КБ Сухого. В конкурсе приняли участие конструкторские бюро КБ Сухого, КБ Яковлева и Микояна Игуревича. Конкурс выиграло бюро Микояна Игуревича. В 1971 году ввиду дороговизны реализации проекта ПФИ его разделили на ТФИ, тяжелый перспективный фронтовой истребитель, и ЛФИ, легкий перспективный фронтовой истребитель. Разработкой и созданием ПФИ занялось КБ Сухого, Алфиок, Микояна Игуревича. Работа над ЛФИ началась в 1974 году, результатом которой стал продукт 9, получивший обозначение МиГ-29А. Первый полет прототипа был выполнен 6 октября 1977 года. Предпроизводственный самолет был впервые замечен разведывательными спутниками США в ноябре 1977 года и получил обозначение Ремель, означает город Раменское место, над которым впервые заметили самолет. МиГ-29 Эмофт на МАКС-2005 из-за задержек, связанных с потерей двух прототипов в авариях. Серийное производство было развернуто только в 1982 году на базе московского завода «30 Знамя труда». В августе 1983 года первые серийные МиГ-29 начали поступать на авиабазу «Кубинка». Машина успешно прошла государственные приемные испытания в 1984 году, после чего начались ее поставки в части фронтовой авиации. Первый самолет получил 91 икраткое истребительный инструкторский авиационный полк 4 ГО Центра боевого применения и переучивания летного состава в Г. Липецке 30 июня 1983 года 6. Первыми строевыми полками, на вооружение которых поступили МиГ-29, стали 234 икраткая ИА «Кубинка» и 145 икраткая ИА «Ивано-Франковск». К началу 1985 года эти два авиаполка на МиГ-29 достигли оперативной готовности. После поставки первых машин стало ясно распределение задач между ТФИ и ЛТФИ. Тяжелый Су-27, обладая большим радиусом действия, имел задачу глубокого воздушного поиска и уничтожения передовой авиационной техники НАТО. Легкий МиГ-29 для завоевания господства в воздухе в частях фронтовой авиации заменил МиГ-23. Самолеты были представлены мировой прессе 2.8 сентября 1990 года на ежегодной международной выставке вооружения и военной техники Фарнбора-7. В соответствии с замыслом руководства, самолеты МиГ-29 дислоцируются вблизи линии фронта и должны обеспечивать локальное превосходство в воздухе наступающим частям моторизированной армии. В то время существовала доктрина, предполагавшая быстрое продвижение наземных механизированных частей и подразделений, прикрываемых самолетами фронтовой авиации. Данные обстоятельства подразумевало использование авиации поврежденных или малоподготовленных взлетно-посадочных полос. С этой целью МиГ-29 был снабжен прочным шасси и закрывающимися нижними воздухозаборниками. На МиГ-29 также возлагалась задача по сопровождению штурмовиков и их защиты от истребителей НАТО типа F-15 и F-16. По классификации НАТО МиГ-29 получил обозначение «Фулкромы». На базе МиГ-29-912 были созданы экспортные модификации с более упрощенной авионикой, исключающей возможность доставки ядерного заряда моделей МиГ-29А для ВВС участников Варшавского договора и МиГ-29 для прочих стран. Первый показ МиГ-29 в странных вероятного противника произошел во время визита советских самолетов в Финляндии в июле 1986 года. Первый показ МиГ-29 на авиасалоне в сентябре 1988 года МиГ-29 на международном авиасалоне в Фарнборо. За счет своих выдающихся качеств МиГ-29 активно поставлялся на экспорт во множество стран. Было разработано и выпущено множество различных модификаций, включая самолеты палубного базирования. Начиная с 2007 года МиГ-29 базируется также на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов-4». К 2015 году РСК МиГ произвело свыше 1600 истребителей МиГ-29-8. Кроме того, почти 200 учебно-боевых самолетов МиГ-29УБ было собрано заводом в Нижнем Новгороде-9. МиГ-29УБ – первый в истории авиации учебно-боевой самолет по своим параметрам и боевым возможностям идентичный боевому самолету.